Меня зовут Юлия Коновалова, вы смотрите программу «Мелочи жизни». Итак, сегодня у нас в гостях замечательные люди. Это психолог Алексей Катаржин, добрый вечер. Специалист по персоналу Ольга Чебыкина, здравствуйте, Ольга. Организатор конкурсов красоты Антон Парамонов и телеведущая Ольга Морозова. Добрый вечер. Красавица и умница с тремя высшими образованиями. Поправочка, пока только два. А, ну это действительно поправимо. Никогда не поздно учиться. Описка вышла. Наша программа выходит в прямом эфире, поэтому вы, дорогие друзья, можете присоединиться к нам в любой момент, любым доступным вам способом. Либо звоните к нам в студию 376-45-88, ищите нас в скайпе, ЕТВ, нижнее подчеркивание ТВ, ну или прямо на сайте. Можете комментировать сайт, естественно, раз вы нас видите, екбург.тв, канал ЕТВ. Ещё раз всем добрый вечер. Ольга, если позвольте, начну с вас. А трудно ли быть красивой женщиной? Скажите, пожалуйста. Вопрос, что мы понимаем под тем, кто такая красивая женщина? Вот сейчас у нас идут кадры, я не знаю, видят ли это зрители или нет. Мы видим каноны 90-60-90 и говорим, да, это красивая женщина. Для меня тема этой программы несколько какое-то открытие, да, потому что я редко вспоминаю о своей внешности, честно скажу. Вот, но иногда, когда я, значит, слышу, ну что, что взять с блондинки, да, я понимаю, что здесь есть некий козырь. Действительно, если ты женщина, если ты хорошо выглядишь, я не говорю сейчас о красоте, да, если ты следишь за собой, то в принципе, и ты знаешь, что ты хочешь, то ты красива уже сама по себе и можешь добиться всего абсолютно. Ольга, а дурочку часто приходится включать? Я блондинка, я такая вся внезапная, такая нелепая. Ну, это опять-таки зависит от конкретного человека, опять же, что ты хочешь от жизни. То есть, конечно, бывают ситуации, когда ты понимаешь, что человек видит только внешнюю твою сторону, и ты можешь, ну не то чтобы им манипулировать, но каким-то образом вести себя иначе. Просто общество диктует некие стандарты красоты, и девушки, особенно молодые девушки, поневоле под них подстраиваются, значит, подстраиваются и мужчины, и все общество. Вот, мне кажется, в чем главный вопрос сегодня. Стандартизация. Да, стандартизация. И как из этих стандартов выбраться из-под них? Ну, потому что внешность не главная. Главное, как тебя воспитывали в детстве, да, и что в твою голову заложили родители. Ну, родители говорили, Оленька, ты красивая девочка, но тебе надо учиться, чтобы быть еще и умной девочкой. Было такое? Говорили, что нужно учиться. Если хочешь чего-то добиться, вот есть выбор. Часть фразы мы опустили. Да, забыли, забыли. Она еще и скромная. Ее хорошо воспитали, все понятно. А вообще, красота требует жертв? Вот скажите мне, пожалуйста. Безусловно. Я думаю, что требует, потому что время ставит определенные критерии и требования к тому, как должна выглядеть женщина. То есть все равно мы друг друга воспринимаем по первому впечатлению, да, и дальше уже делаем какие-то выводы. Но затем, играя в значении наш опыт, то, к чему мы стремимся, вот это, мне кажется, главное. То есть по одежке все-таки встречают, и это действительно так. Думаю, что да. Ну вот наши мужчины, наверное, они лучше. Да, я, кстати, хотела задать вопрос не просто мужчине, но еще и психологу. Правда ли, что красивые женщины, особенно очень красивые женщины, испытывают серьезные проблемы с самооценкой? Первый ответ, конечно, не знаю. Никогда не были очень красивой женщиной. Мне очень нравится то, что мы редко задумываемся о том, что мы задаем рамки ответа вопросам. Скажите, нельзя ли? Нельзя. Можно? Можно. А что там с красивыми женщинами? Если мы сразу поняли, что есть женщины, значит, есть красивые, есть некрасивые. То есть мы с самим вопросом тут же нарезали пирог, разделили, выделили красивых женщин в отдельный класс. И изучаем очень подробно вот под таким вот увеличительным стеклом. Мне вот не приходилось лягушку резать, но что-то как-то вот эти ассоциации сразу ее возьми. Да, правда. Да кто вас пустит, красавица, резать ее на куски? Да ни за что. Не надо. Нет, нет, нет. Вот, на самом деле все гораздо, наверное, и проще, и сложнее. Мне приходилось... Женщины приходят? Приходят? Я думала, что да. Прежде всего, мне кажется, эти женщины постоянно приходят к зеркалу и спрашивают, цвет мой зеркал. Смотрите, как женщины отвечают за поставленные имя вопросов. Замечательно. Нет, я-то в зеркало не гляжусь совсем, не причесываюсь на вечер. Вот если они смогут себя перебороть, то они могут обратиться к психологу, к другу. Меня вот часто еще называют, как у нас есть на конкурсе психолог, на конкурсе Миссия Катеринбурга. Так, есть я, которые в свободное время ко мне могут обратиться с любым вопросом, как говорит друг психолог, который знает, что дальше никуда не уйдет, но всегда могут спросить советы, и в качестве опыта я могу что-то им посоветовать, поделиться. Ведь у нас очень многие девушки замкнуты. Вот есть такое хорошее высказывание от моей знакомой. Почему люди не книги? Мы ведь видим обложку книги, а не каждую можем открыть. То есть вот лежит книжка на полке, мы можем ее взять, открыть, полистать, вернуться к обложке. Женщина ведь так не может открыться каждому. Для кого-то она остается просто обложкой. Да. Так вот под этой красивой обложкой иногда такие страсти, да, Кипят, случаются? Ведь бывает же, да, бывает. Знаете, чем отличается красивая женщина от некрасивой? Нет? Тем, что красивая женщина знает, что она красивая. Правда? Все. А я вот думаю, что вот Антон, наверное, меня поддержит. Наверняка ведь приходит достаточно много девушек, которые думают, что они красивые на кастинге. А на них посмотрят, что, боже мой, как тебе сказать, детка, что это ужас? Знаете, вот на кастинге приходит очень много различных девушек. Но мы же смотрим не только на внешний вид, так называемый, опять же, обложку, вернусь, конечно. Мы смотрим на шарм, на возможность подать себя. Ведь мы часто встречаем как мужчину, так и женщину, которая, так скажем, ах, при виде на том же пляже. К нему можно подойти, и он только откроет рот. И лучше бы ты не подходил, грубо говоря. Ну, бывают девушки, которые вот откровенно нехороши? Вот не с точки зрения шарма, обаяния, чего-то там еще. Я не скажу, что нехороши, они замкнуты. Им надо просто открываться. Открываться сначала для семьи своей, для своего общества друзей. А что они приходят, а такие замкнутые, на конкурс красоты? Бороться с комплексом? Для начала прийти на конкурс красоты – это уже большая победа над собой. Перебороть страх и показать, что ты действительно стоишь и завоевать корону можешь. А среди вот этих самых королев красоты встречались ли вам те, кто не только красотой выделялся, а и обладал какими-то еще качествами? Они абсолютно все у нас. Кто поет, кто танцует, кто-то имеет по два высших образования. У нас разносторонние девушки все. Ну, какой-то есть вот особенный такой пример, о котором бы хотелось вспомнить, чтобы всем показать, вот она истинная красота? Мне кажется, это каждый пример можно быть. У нас в этом году был 15-й юбилейный конкурс. Все 15 победительниц можно взять как пример. То есть и умницы, и красавицы с отличным характером. Все-таки случаются. Ирина Антоненко, мне кажется, одна из тех персон, о которых говорят не только в России, но и в мире. Очень достойно, мне кажется, себя ведет и подает сейчас. Аня Лисун, совершенно изумительная девушка. Я буквально 10 дней назад вернулся из Москвы. Там как раз было мероприятие, конкурс «Краса России». И при встрече, когда представляешься, что из Екатеринбурга, и все, а вы знакомы с Ириной Антоненко? И ты говоришь, ну как бы, да, наша воспитанница. И вот ее, по-моему, знают у нас абсолютно все. И как бы так мечтаем с ней познакомиться. Так хотим быть на нее похожи. Это как раз она задает идеал красоты. Причем, я Ирину знаю, опять же, давно. Мы в Морозы, в минус 25, на 15-м трамвае, на в Точке Мед вместе ездили. Ну, то есть такие истории всякие различные были. А она тоже была замкнутая поначалу. Не знала, как себя подать. Я тогда такой же был замкнутый, потому что мы с ней... Я такая же была в школе. Мы учились вместе. Я такая же была в школе. Я и пришла, может быть, и выбрала для себя именно эту профессию, потому что она помогла мне расследовать какие-то другие качества. Мне кажется, это присуще очень многим людям. Что касается профессии, давайте поговорим. У нас есть специалист по персоналу. Правда ли, что очень красивым людям, независимо от пола, довольно трудно устроиться на работу? Я бы не сказала, что трудно, с одной стороны. Но, с другой стороны, когда вы видите красивого человека, вам же приятно на него смотреть? Смотреть, да. И когда напротив вас в офисе, неважно, какую должность человек занимает, когда вы сидите и любуетесь красотой, вам же это приятно. И не работаете. Сидите и любоваться. Здесь каждый работодатель вносит для себя критерии, что он ждет от того соискателя, который должен к нему прийти. У многих работодателей, в основном у владельцев бизнеса на сегодняшний день, есть стереотип о секретарше. А, длинноногая красотка. Длинноногая красотка. Но если эта длинноногая красотка не выполняет свои должностные обязанности, поверьте, никто ее на работе держать не будет. Ну, если только ее не приняли за какими-то другими. Ну да, обязанности же разные бывают. Обязанности бывают разные. С другой стороны, когда есть разные вакансии. Есть руководящие вакансии, есть вакансии специалистов. И есть у нас прецеденты, когда на руководящую должность экономическую в крупной иностранной компании было заявлено от работодателя, что человек должен быть внешне привлекательным. А вот интересно, что под этим прописывается? Что это такое? Ну, есть определенные стереотипы каждого же работодателя. Какой человек для него красивый. Как у каждого человека. А указывают, вот эта вот секретарь должна быть блондинкой или брюнеткой? Вплоть до таких вот узких рамок. Нет, мы скорее работаем не с внешними данными, мы скорее работаем с внутренними качествами человека больше. И с его развитыми компетенциями, и с его развитыми профессиональными навыками. А я, знаете, слышала, что может это все ерунда полная, и вы меня поправите, что определенные должности, например, топ-менеджеры некие, эти должности не могут занять очень красивые молодые женщины. Вот априори. А какие должности? Вот топ-менеджер, ну директор, например, какой-нибудь. Это опять же стереотип той компании, где... То есть если директор считает, главный генеральный директор, что красивая значит дура, значит не бывать там красивой женщине никогда. И этот стереотип преодолеть, к сожалению, невозможно. Вот вы знаете, вот тут пишут наши зрители идеал... Так, это дура, красота и ум – две вещи несовместные. Что вы скажете? Есть какие-то исключения? Наверное, я скажу. Давайте. У меня было достаточно сложное время в юности. Мне очень не хватало любви красивых женщин. Меня любили другие. Некрасивые. Как мне тогда казалось. Прошло время, кстати, я же небольшой, и я понял, что меня любили умные женщины. Прошло еще немножко времени, и я догадался невероятным усилием мысли, что красота и ум – это две стороны одной и той же медали. Вот оно что. Всего-навсего. Потому что на самом деле стандарты красоты есть. Давайте чуть-чуть глубже о стандартах. Давайте я вот прошу мужчину, вот скажите мне, пожалуйста, а может женщина быть некрасивой? Нет. Вообще, в этом мире вообще есть понятие красоты отдельно от представления о том, что существует женщина? Это такая банальность, честно говоря, и общее место. Ах, женщин некрасивых не бывает. Да бывает. Выйдите на улицу, там полно некрасивых женщин. Женщина красива, когда она знает, что она красива. Женщина перестает быть красивой, когда она перестает быть женщиной всего-навсего. Она просто перестает быть женщиной. Перестает быть красивым бизнес-леди, когда они устремлены вот к этой цели. Перестают быть красивыми те женщины, которые перестают ощущать, что она женщина, и добиваются чего-то конкретного. Любви, разводы, неважно чего. То есть, когда они перестают быть женщинами, красота уходит по определению. Вот как. Но мужчинами они при этом не становятся. Без наследия я бы не уточнил, потому что у них есть цель. Я не то, что без наследия не может быть красивой. Вовсе нет. В смысле, вы сказали, вот она добьется своей цели, и она перестает быть красивой. Это как женщина упирается в цель, она перестает быть женщиной, потому что цель. Она потом выходит из этого образа и снова становится красивой. Приходит домой, снимает шпильки и костюм, надевает халатик. И вот она снова красавица. Она дома. А там любящий муж, дети. Я, наверное, соглашусь, что вообще красив гармоничный человек. Это однозначно. Потому что если нет гармонии внутри, человек все равно проявляет, и мы как персональщики это видим, человек проявляет всегда какие-то вещи некрасивые абсолютно. Это могут быть движения, это может быть выражение лица. То есть у человека на лице вообще очень много написано. О чем он думает, чем он озабочен, и озабочен ли вообще. Если говорить о конкурсах красоты, я вообще не в теме, никогда этим не увлекалась. Но тем не менее, я когда смотрю, попадаю по телевизору на конкурс красоты, мне важно одухотворенное лицо. Последнее заявление, которое сделала одна из красавиц, и все обсуждали весь мир, что она заявила России. Да-да-да, я читала в интернете. Мы же обсуждали не то, как она выглядит и в чем она вышла на сцену. Мы обсуждали, что она. Почему вообще эта красавица посмела высказать мысль? Какой-то мысль. Да, высказать мысль. Кстати, у меня вот в связи с этим вопрос, Антону я задам, ну честно, вот наболело. Сколько я видела конкурсов красоты, там постоянно этих девушек заставляют делать какие-то программные заявления. Вот зачем? Зачем, слушайте, эти банальности, если можно просто смотреть на красивую картинку. Мы про мир во всем мире и так все знаем, без них. Но куда без него-то? Зачем их заставляют? Пускай бы пели, танцевали, ну я не знаю, проявляли как-то свое женское начало. Они же от души, они для чего нужны? Чтобы стимул был, чтобы весь любой желающий житель нашего города, ну у нас нет таких заявлений, конечно, на конкурсе, но, так скажем, страны, да? Они могли поддержать, выйти, потому что очень много экологических проходит акций, парки убирают. Некоторые мужчины, так скажем, приходят просто посмотреть на нее и тут же город убирают. А вот замуж не могут удачно выйти, если ты выходишь на сцену в красивом платье, номинируешься на мисс Екатеринбург, тебе легче устроиться? По контракту у нас через год только, может быть, выходить замуж. Только через год? А по опыту? Вот мои подруги, все красавицы и отличницы уехали за рубеж, и там обрели свое женское счастье. Россия им этого сделать не удалось. Взять Ирину, опять же, Антонику, которую мы берем постоянно, в августе вышла замуж. Пока все успешно и очень счастливая семья. Ну дай бог, конечно, счастья ей. Вот, 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 так же сейчас у нас на сцене Елена Полубедова, мисс Екатеринбург 2004 года. Живешь в счастливом браке, есть дети, прям очаровательные. Мне кажется, да, все индивидуально, потому что красота, это не одно и то же, что ты там находишь свою судьбу, это все индивидуально. Ну конечно, это не гармония. Вот с Ольгой соглашусь. Но, вы знаете, у меня есть масса знакомых, которых я лично считаю очень красивыми женщинами, очень привлекательными. Это не только мое мнение, это на самом деле так. Они говорят, что серьезные есть проблемы, потому что мужчины либо пытаются сразу за волосы и в койку, извините за грубость, либо вообще боятся подойти, потому что откажет наверняка красотка такая. А если не откажет? Это же соответствовать надо, это же вообще ужас. Мужчины многие боятся красивых, очень красивых женщин. Почему же? Интересно. Не знаю, я не боюсь. Не тех мужчин вы взяли. Это раз. Боятся-боятся, я боятся-боятся. На самом деле мужчины много чего боятся. Ну да, это вопрос самооценки. Ну правда очень много чего боятся. Никто, наверное, не задумался вот над чем, что мужчинам в этом мире живется гораздо труднее, чем женщинам. Попробуйте маленькую девочку одеть мальчиком. Да легко. Попробуйте мальчика годика так в 4-5 одеть девочкой. Что вы получите? Да спокойно. У вас гораздо больше ограничений, правда больше, чем у вас. Вы можете не задумываться об этом никогда. И стать другой. Попробуй, я сюда там... Слушайте, а вообще красота... Просто много мы боимся, вот и все. Красота какое-нибудь зло реальное несет людям мир? Вот говорят, красота спасет... Она несет зависть, я считаю. Она несет самому себе, мне кажется. То есть если ты вырастаешь или живешь с ощущением того, что ты красивая, значит, ты уже на 50% успешный, ты в чем-то можешь разочароваться, я считаю. Вот, Юля, вы еще пример хорошо привели. С детства некоторые родители воспитывают как... Ты у меня самая лучшая, самая красивая. Девочка вырастает, вырастает, вырастает. Иногда это неплохо. Ну, иногда. Бывает, поступает там, скажем, в институт учиться, и она уже не самая там интересная. И она начинает замыкаться в себе. Опять же, ну вот много таких всяких ситуаций бывает. И на тему... То есть важно не перехвалить, получается, да? Да. Надо все в меру быть. Да. Ну, не знаю, а вы знаете... Это уже воспитание детей, конечно, тема пошла. Мы так к теме детских конкурсов красоты обратимся, которая, честно говоря, для меня тоже очень больная, как для матери двух красивых девочек. Вот. Мне, честно говоря, бывает жутковато за детей, которых вот пихают в этот бизнес очень маленький. Это амбиции родителей. Да, это амбиции родителей. Мы родили детские конкурсы красоты, я на них никогда не работал, был в жизни раз-два. Я просто не представляю, если девочка выиграет, как ты самому ребенку можешь объяснить, то, что почему выиграл это, а не ты. То есть как бы и стараемся к этому времени работать. А по идее отправить на конкурс, либо на модельное агентство, девочку лет надо 12-14, самое то. Я прошу прощения, у нас на связи есть Артур Игрисов, это директор регионального представительства «Ноуа Моделс» в Уральском регионе. Артур, добрый вечер, как нас слышно? Прием. Да, да, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вам по долгу службы приходится, конечно, видеть много красивых женщин, коли вы в модельном агентстве работаете. Насколько, по вашему мнению, соответствует действительности такая установка, что женщина либо красивая, либо умная? Ну, здесь, видите, я постоянно сталкиваюсь с этим. Тяжелый вздох, он начал речь. Если есть красота, это не говорит, что есть ум. Вот по моей работе это постоянно сталкивание с этим. То есть профессиональным моделям ума немножко недостает, ну так мягко, да? Если бы наши уральские модели еще имели ум, то мы бы покорили мир, честно говоря. Потому что мои девочки работают... То есть цены бы им вообще не было, да? А вообще ум-то нужен красивой женщине? Все, не все. Есть девочки умные и красивые. Я не говорю, что это всего 100%, у нас там всякие глупые девочки. Те, которые умные, они практически проезжают за год весь мир. Артур, а какие качества, вот помимо ума, что так же, как и красота, очень относительное понятие девушке, еще нужно для того, чтобы добиться успеха в модельном бизнесе и вот так вот, как вы сказали, проехать весь мир? Прежде всего здоровье, понимаете? Хорошая кожа, здоровая кожа, здоровые волосы. Ну все, в принципе идеально должно быть. Вот тогда можно работать. Вы какой не заводчик рассуждаете? Нет, это же мусор. Ну, понимаете, это бизнес, все. Я понимаю, это бизнес, детка, да-да-да, я все понимаю. Я из тысячи девочек выбираю одну, бывает, которая пробивается куда-то. Я вам желаю, чтобы... У нас в серебро, как правило, говорят, что 90% моделей, все. Девочки считают, что они закончили школу, они считают себя моделями, это неправда. Этому надо учиться? Да, это практика, большая практика. Ну что ж, я желаю, чтобы среди ваших воспитанниц, если можно так назвать, было как можно больше звезд мировой величины, чтобы было кем гордиться, чтобы умненькие девочки почаще попадались. А вот что такое умненькая? Это та, которая защитила диссертацию, либо нашла богатого мужа? Это ведь тоже лично спруженые олигархов? Они кто? Умницы, красавицы? Или они совместили это? Я думаю, что они тоже могут защитить диссертацию. Да те, кто бы у меня прикинули с дурочками. Вот. Вот. Поэтому здесь тоже, что мы под этим понимаем? Ум, это ведь не всегда знание арифметики, скажем так. Конечно, наверное. Это некие интуитивные знания, да? То есть сколько у тебя образований, ни о чем не говорит. Недавно сижу в парикмахерской, меня с 3 год, а я занимаюсь многими областями психологии, скажем, в том числе и риксоновский гипноз, и вдруг мне в ушко рядом, находясь под жужжением машинка, машинки говорят «Хорошо, я уплыл». Потому что это было сказано такой интонацией, которую я для себя искал уже очень давно. Сказать вовремя правильную фразу. Я скапсулировал, взял, я теперь это использую. Спасибо этой даме, спасибо. Вот это слово «хорошо». Выставьте себе ситуацию. Может быть, тоже немножко возмузляю своего опыта, хоть это, может, не так важно. Был период, когда у меня на кухне собирались, ну, скажем так, топ-менеджеры одной очень крупной организации. Я ничего не понимал в бизнесе, хотя бы там мобильное образование и прочее. Я не понимаю, о чем они. Но у меня на кухне они проблемы решали очень быстро и очень легко. Есть такое понятие, потом для себя я его ввел, и сейчас активно использую в своей работе катализатор. Человек, который не обязательно что-то вносит в команду, но в его присутствии команда, знаешь, что такое катализатор, помните, из химии? Ну да. Немножко платины. Сколько положил, столько и забрал. А реакция пошла. Пришел и ушел. А без тебя не было, а с тобой пришло. Есть масса женщин, в присутствии которых что-то идет. То есть какие-то процессы запускаются, которые, может быть, тормозили? Конечно. Далеко не обязательно мозговые штормы, идеи. Ум не только в этом. Ума, как понятия, очень много и очень разного. И мы очень разные. И иногда нам нужны рядом с нами те люди, которые дополняют нас. Причем совершенно непредсказуемо чем. Вот, кстати, по этому поводу у нас есть комментарий на сайте забавный. Проблемы с самооценкой, на самом деле, у красивых мужчин. Как ни красавица, обязательно жена страшная. И наоборот, мне кажется. Ну, зачастую так бывает. Очень редко, когда пара такая идеальная. Тогда я не красавица. У меня красивая жена. Да, придется с этим смириться, Алексей, и как-то жить дальше. И умный, Алексей, да? Наверное, еще и умный. Это вообще просто катастрофа. А действительно вот эта катастрофа, когда и умная, и красивая, но говорят, если такое сочетание уж есть, то стерва страшная. Характер ужасный. Надо уметь пользоваться всем этим. Стервозность не зависит от этого. Чего зависит? Стервозность от этого не зависит. Ни от красоты, ни от ума. Да. Это что-то иное совершенно, да? Есть люди некрасивые, но стервозные. У нас на связи есть Марат Габдрахманов. Он очень много видел красивых женщин в своей жизни и фотографировал. Марат, добрый вечер. Добрый вечер. Привет, привет. Мы уже сегодня про модели немножко поговорили. Ну, ладно, вернемся к этой теме. Были ли среди ваших моделей, может быть, знакомых, с кем вы сотрудничали? Так или иначе по бизнесу? Какие-то совершенно удивительные, изумительные персонажи, которые действительно богиня Фемина во всех отношениях. Ну, если вспоминать, то вспоминается, наверное, первым делом Ирины Тихонирова. Ее с новым делом в Керенбурге. Она была здесь успешной моделью. Вышла замуж, родила долг детей. И вдруг в какой-то момент ей хотелось попробовать себя в Москве. И мы отправили портфолио ее в Москву. И неожиданно ее пригласили на показы в дом Армань. Она поехала с Армани всю Европу, вернулась в Москву. Ее подхватил Игорь Чапурин. Мы ее увидели в Москве на показе Игоря Чапурина. Я сказал коллеге, говорю, смотри, девушка похожа на Тихонирову. А это она и была. Да, мы пошли за Кулиши, и я говорю, блин, Ирина, она говорит, ну вот, с твоей легкой руки. Она съездила после этого с Армани в Турцию и в Японию, вернулась в Екатеринбург и сказала, наверное, от этого получилось все. Все, хватит, да? Теперь я снова мама и жена. Да, о чем мне читать еще больше? Поработать с Чапурином в России, поработать в Сармани во всем мире. А в чем в данном случае ее особенность? В том, что она нашла в себе силы уже, казалось бы, после окончания карьеры вернуться к ней вновь? Или наоборот, то, что крест вовремя поставила на карьере? Да, наверное, нет. Мне кажется, вот это очень интереса, вот этого, снова попробовать, да, и вот так очень удачно попробовать. Да, вот мне кажется, вот это делать женщину красивой, красивую женщину еще и интересно. Интересно работать с красивыми женщинами. А с ними разговаривать можно во время съемки? Это же стандартный вопрос, а поговорить? Без этого не получается. Не получается? Ну, потому что если снимать просто красивую картину, которую разговаривать не надо. А если хочешь про человека рассказать, то нужно разговаривать. Тогда надо сначала поговорить, а потом уже, видимо, фотографировать, чтобы портрет получился настоящий. Спасибо, Марат. Я желаю успеха тебе большого и много красивых женщин с вот таким вот разумом. С глобальным разумом, я бы не побоялась этого слова. Кстати, я вспомнила еще один персонаж, достаточно известный в нашем городе, теперь как раз благодаря Экспо-2020 Анна Копенкина. Невероятной красоты женщина с очень хорошими мозгами, потрясающая совершенно. Давайте все-таки вернемся к той теме, которая была заявлена изначально, вот, как тема нашей программы. Все-таки красота. Вот эта вот сила добрая или злая, как вы считаете? Мешает она или помогает? Я считаю, что добрая все-таки. Все-таки добрая? Да, конечно. Это стимул, это мотивация, красота. К сказке у нас Золушка вышла замуж за принца. Все это благодаря ведь красоте тоже и уму, конечно же. Мы сформулировали, что красота – это гармония. Да. Значит, она добра, значит, она нужна. Но я очень вспоминаю случаи с практики учения в ВУЗе, когда учитель математики говорил нам, ну, вы что хотите, 4 или 5? И мы говорили, ну, вот, понимали, да, что девушки, которые симпатичные, они могли и на пятерку рассчитывать. Поэтому вот здесь вот такая история тоже бывает. Вот считаю, что еще красота ведь – это отношение человека. Человек, если добрый, если несет свет, красоту, улыбки ежедневные, то он красивый для себя. Ну, это легендарная внутренняя красота, на которую обычно не обращают внимания, если человек внешне отталкивающий. Ну, как? Вот вы представьте, в метро утром едете, а вам сидит рядом мужчина и улыбается. Вот вам же приятно с утра. И настроение на весь день улучшилось. Хорошо, что я не езжу с утра в метро. Это заряжает мне положительной энергией на весь день. Вы знаете, Фаина Раневская, гениальная в своем роде женщина, говорила, Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины. И глупыми, чтобы они могли любить мужчин. Я думаю, что это правильное совершенно высказывание. Давайте, дорогие красавицы и красавцы, использовать эту страшную силу во благо, чтобы не было ни жертв, ни разрушений, а было всем в радости, в удовольствие и смотреть на вас, и разговаривать, и жить рядышком. Спасибо вам большое, дорогие гости. Было очень интересно. Я напомню, что у нас сегодня была истинная красавица, телеведущая Ольга Морозова, Алексей Катаржин, психолог, Ольга Чебыкина, это специалист по персоналу, и Антон Парамонов, организатор конкурсов красоты. Спасибо большое. С вами было очень интересно. А вот пришла красавица. Вот, кстати, тоже еще редчайшее сочетание всех изумительных качеств, которые в женщине обычно ищут. В данном случае их и находят. Кстати, про ранецку, хорошо сказали, она тоже в человеке. А, люди как свечи. Одни для тепла и света, и просто. Вот мне кажется, те, что для тепла и света, это и есть самая настоящая красота. Да, надеюсь, так и есть. Потом решили. Спасибо всем большое. Давайте освобождать студию, потому что новая программа на подходе. Ольга, удачи. Спасибо.